Музыка 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 Происходящее на Ближнем Востоке не может не волновать и армянское общество. Во-первых, потому что судьба армянского народа тесно связана с Ближним Востоком, и этот регион имеет огромную диаспору, старейшую в регионе. Во-вторых, сама судьба Западной Армении снова подвергается иноземному геодемографическому удару. На этот раз со стороны курдов. Это понятно, что оно давно подверглось такому удару, и курды являются основным населением Западной Армении. Но тему необходимо раскрыть именно сейчас, ибо ряд армянской общественности ликует над победами курдов, комментируя, что с курдами легче будет договориться, чем с турками. Такие разговоры происходят от безграмотности, на мой взгляд. Кое-кто позабыл главных исполнителей геноцида армянского народа, и кое-кто лукавит, когда говорит об эфемерном Курдистане, не глядя на курдские карты. Ведь пока эти кое-кто признаются курдам в любви, территория Западной Армении постепенно окрашивается в Курдистан. А Курдистан, как принято, это любая часть суши, где проживает хоть одна курдская семья. Итак, о курдах. Сразу оговорюсь, лишь однажды сталкивался с курдами, и они произвели на меня хорошее впечатление. Кроме того, Ближний Восток без курдов все равно, что тело без крови. Но факты надо знать. И вкратце я расскажу об этих фактах. Каждый народ, каждое живое существо, от растения до человека, имеет свой ареал. Но ареал это лишь среда обитания, и не имеет отношения ничего общего со средой возникновения, автохтонной территории. И у курдов имеется своя автохтонная территория. Это северные отроги горной системы загроз в Иране, часть которой охватывает и северо-восток Ирака. Иначе говоря, это территории юга Урнии и севера Луристана. Курды, как вы понимаете, ираноязычный народ. По большей части они всегда были распространены от западного Ирана до Ирака. Внесли большой вклад в историю Ближнего Востока. Много представителей курдского происхождения, почитаемо на Востоке, особенно на Ближнем Востоке. Например, Салахаддин, изменивший ход истории региона во времена крестовых походов. Тем не менее, курды никогда не имели государственности. Это необходимо запомнить. Вся их попытка обретения государственности проваливалась, как правило, по вине самих же курдов, которые не знают языка дипломатии. И не только сонародцами, но и между курдскими общинами. Как правило, их разнят языки, не всегда похожие друг на друга. Например, курди, курманджи и сурани. Социальный строй, политические взгляды. К тому же, надо заметить, что из всех исламских народов Ближнего Востока, курды менее религиозные. Если они и вершат революции, то не во славу уммы, не во славу ислама, а скорее во славу нации. Но беда в том, что курды, как я говорил, и в собственной нации раздроблены. Пример тому современный Ирак, в котором уже имеется не только курдская автономия на севере страны, возглавляемая Масудом Барзани. Но и сам Ирак, президент которой Мухаммед Хаврами, также этнический курд. Но между главами Ирака и иракского Курдистана разница в кланах. И они не идут к примирению, к компромиссу уже многие-многие лета. Если пешмерга при режиме Саддама Хусейна боролись с иракской армией, то теперь им ничего не стоит сопротивляться армии талабани или хаврами, то есть курды против курдов. Барзани считает себя лидером всех курдов, в частности иракских, а прежнего президента талабани и нынешнего ставленником Запада. Кстати, о Барзани. Этот род действительно стоял у истоков курдского движения в Ираке еще с начала 20 века. Отец президента иракского Курдистана Мула Мустафа Барзани после окончания Второй мировой войны перебрался в СССР и долгое время носил в паспорте имя Мустафа Мамедов. В графе «Национальность» значилось «Азербайджанец». Но в 1958 году он снова покинул СССР, вернулся в Ирак. Своего главного конкурента по курдской проблеме Ирака, талабани, Барзани называл «Джаш», что в переводе «Осел». Объединяло Барзани и талабани только одно – нелюбовь к Саддаму Хусейну. Но даже после того, как не стало Саддама, Ирак целиком взят под контроль курдов, эти два рода до сих пор непримиримы. Я бы даже сказал, что нет на карте мира больше Ирака. От него осталось только название. Современный Ирак после гибели Саддама Хусейна превратился в Курдистан. Но курдам нужно больше и больше, так сказать, чужого. Например, Западная Армения. Курды Турции, в отличие от своих иракских собратьев, говорят на курманжи и еще больше атеизированном. Чего стоит, скажем, курдская рабочая партия и пребывающий нынче в тюрьме их лидер марксист Абдулау Джалан. И в Турции курды борются за независимый Курдистан. Пусть борются, это их право, но почему в Турции? И конкретно, почему на территории исторической Армении? Когда и в каком веке на армянском Нагоре отмечалась такая единица, как Курдистан? Причем, сами армяне, бывает, поддерживают курдов в их борьбе с Санкарой. Неужели головы этих армян затуманены так, что известное выражение «враг моего врага, мой друг» берет верх разума? Или кто-то наивно полагает, что добившись независимости, 15-миллионное курдское население востока Турции поделится трофеем с армянами? Между тем, не лишним было бы еще раз напомнить, что армянское Нагорье – это не загроз, точно так же, как и армянское Нагорье – это не Кавказ. Как для Кавказа армянское Нагорье за Кавказье, так и для загроза армянское Нагорье за загрозье. Аккорды на территории Западной Армении появились относительно недавно путем искусственного заселения их османами. В 1514 году между сифивитской и османской армиями в Чалдыране, к северо-востоку от озера Ван, в ходе османо-сифивитских войн за контроль над армянским Нагорьем, Закавказьем и Месопотамией началась так называемая Чалдыранская битва, которая окончилась победой армии Османской империи. С этого периода курдские племена и были заселены в Западную Армению. И изначально на территории Васпуракана курды постепенно вытеснили армян. Это случалось и в XII веке, когда, избегая тюрок-сельджуков, курды продвигались в Южную Армению со стороны Месопотамии. Но тогда это не было так массово, как при Чалдыранской битве. Именно 1514 год можно считать точкой отсчета курдской экспансии на территории Западной Армении. Долгое время курды являлись для османских правителей форпостом на востоке страны. Курды весьма устраивали османов своей воинственностью, общей религией и кровожадностью. Служили стеной от врагов с востока, коими, как правило, являлись персидские имперские армии. Именно с XVI века, уже пребывая на территорию Западной Армении, и появилась у курдов литература на языке курманджи. У таких писателей, как Джезаири, Тайран, Теремахи, Хади и так далее. Правда, курды говорят о некоем сулейманском пергаменте VII века, но он на самом деле в природе не существует. Зато есть ранняя фиксация курдской речи на курманджи, святой Божией, записанной армянскими буквами, и нынче хранится Матинадарань. Итак, нет и не было никакого Курдистана на армянском Нагоре. Этот народ живет на территории этой горной гряды с помощью османов. Чтобы, а, служить форпостом между османской портой и персидскими войсками, б, постепенно вытеснить хозяев края, армян. Чего и добились. Об этом много писал и Николай Адонс в своих научных публикациях, и британский консул Тейлор, очерки Верхней Армении, путешествия по Курдистану. Его перевел Астафьев и опубликовал в свое время в известиях императорского российского географического общества, изданный в Тифлисе в 1873 году в томе 2 на странице 3682. Кстати говоря, географическое понятие Курдистан придумали не столько курды, сколько сами османские правители для курдов, тем самым вытесняя из топонимики понятие Армянистан. Решение османского правительства о переименовании Армении в Курдистан было позже поддержано Великобританией и Россией. Получается, что разрастание эфемерного Курдистана началось даже не с автохтонных территорий курдов, загроса, например, на север, а наоборот, с севера Армянского Нагоря на юг до современных Ирана и Ирака. Надо также заметить, что у курды оказались разменные монеты и восточной Армении, к примеру, дабы ослабить меликов Нагорного Карабаха. Путем отделения их от основных армянских территорий персидские шахи из династии сифевидов переселяли курдские племена в район, расположенный между Нагорным Карабахом и Зангезуром. Об этом пишет и академик Виктор Шнерельман в книге «Войны памяти». А в 1923 году указом Президиума Центрального Исполнительного Комитета Азербайджанской ССР был образован Курдистанский уезд, так называемый Красный Курдистан. В том же Лачинском коридоре, чтобы образовать курдскую стену между Армянской ССР и армяно-населенной Нагорно-Карабахской автономной областью. Тогда он назывался округом. Правда, идея эта просуществовала 6 лет, и в 1929 году Красного Курдистана не стало. Зато и сегодня имеются настроения среди курдов постсоветского пространства о возрождении этого, как они называют, Кавказского Курдистана. Имеются даже свои лидеры и бумагоморатели. Повторюсь, курды заслужили свою независимость. Внесли для этого свою лепту в мировую цивилизацию. Да и численность этого народа позволяет иметь свою страну, свой герб, флаг, гимн, армию и прочее. Но не на земле, пропитанной кровью и потом армян, а на своей исконной земле. Ирак может быть вполне подходящим для этого местом. Тем более, ассирийцы от него уж давно открестились.